Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Теперь уже не иностранцы, новые граждане России. История одной судьбы. Писатель Дмитрий Филиппов добровольно отправился в зону специальной военной операции. В Москве прошла пресс-конференция международного форума «Арктическое братство». А теперь подробнее об этих и других новостях. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России». Кто они, победители флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей»? Узнаем из следующего сюжета. В прошлом году в рамках конкурса «Лидеры России» был запущен специальный трек «Международный». Его возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. За выход в суперфинал боролись 70 конкурсантов из 19 стран мира. Среди них Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Израиль, Китай, Норвегия, Украина и другие. Трек «Международный» впервые проходил в 2021 году по решению президента Российской Федерации. Он показал колоссальный интерес к России, потому что на конкурс было подано по официальной информации более 10 тысяч заявок из 150 стран мира. Моя заявка была в том числе, и она дошла до конца. Приняла участие в суперфинале. Безумно рада, что приняла для себя это решение пойти поучаствовать в конкурсе, потому что обрела огромное количество единомышленников из разных стран, которые также, как и я, связывают свою дальнейшую судьбу с Россией. Для подачи заявки у участников был стимул – возможность получить паспорт гражданина России по особой процедуре при победе или вид на жительство в упрощенном порядке при выходе в финал. Кроме того, семь победителей трека вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России» и получили образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Понимаете, конкурс на самом деле интересный, потому что он, даже если ты не победитель, и там не проходишь первые этапы, там дается отчет твоих компетенций. Поэтому просто поучаствовать, чтобы получать этот отчет – это уже ценность большая. Он показывает все твои слабые и сильные стороны, и на проблеме, куда что-то развиваться. Если ты проходишь дальше, там открываются большие возможности в плане общения. Технический директор группы компании «Сибарс Арсен Хачатрян» родом из Армении. Он занимается реализацией научно-технических и бизнес-проектов в сфере консалтинга и программирования. После обучения и более чем 15-летнего опыта работы за рубежом он однозначно сделал выбор в пользу жизни в России. Так как, по его словам, разделяет ментальность и систему ценностей, которая впиталась вместе с русским языком и культурой. Получение российского гражданства определенным образом открывает доступ к некоторым сферам бизнеса, которые для меня, как для иностранца, до этого были закрыты. У меня есть определенные свои наработки и в сфере информационной безопасности. Статьи про криптобезопасность, про цифрование. Есть определенные разработки в области двойного значения, либо негражданского применения, что особо актуально. И уже развитие данных технологий, я думаю, мне очень интересно с точки зрения бизнеса. Поэтому получение российского гражданства, оно открывает возможность для меня работать в этой сфере в том числе. По словам генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия. Страна возможностей» Алексея Комиссарова, многие из участников этого конкурса уже работают в России. Некоторые реализуют здесь свои социальные благотворительные проекты и образовательные инициативы. Конкурс «Лидеры России» для каждого из них – это возможность применить свою экспертизу, принести пользу России и сделать свой вклад в развитие страны. На самом деле, с детства я считал Москву, столица моего государства, отголоска СССР еще, и всегда хотел жить в Москве. Так что вот это мой дом, я здесь живу, буду строить свою благотворительность здесь, в России. Как государственный гражданский служащий, я был забронирован от частичной мобилизации. Как русский писатель, не счел для себя возможным воспользоваться бронью. Не скучайте, вернусь с победой. Так обратился к своим друзьям и близким в социальной сети ВКонтакте писатель Дмитрий Филиппов. Подробности далее. В начале октября Дмитрия Филиппова в ускоренном порядке в связи с уходом в армию в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путином, приняли в Союз писателей России. Дмитрий – автор четырех книг, лауреат русско-итальянской премии «Радуга». Среди его писательских заслуг – публикации в литературных журналах «Наш Современник», «День и ночь», «Знамя», «Нева», «Волга», «Север» и других. Я не мог стоять в стороне, когда происходят такие события. По сути дела, новая история пишется на наших глазах, переустройство мира капитальное. Ну, вот так уж выпало нам жить в это время. Мы это время не выбирали, оно выбрало нас. Но если мы живем в это время, в это время, вот в таких вот обстоятельствах, надо вести себя достойно, быть настоящим мужчиной, человеком, воином, любящим свою родину, свое отечество, свою семью, свой дом, свою землю. Дмитрий Филиппов родом из города Кирыши, Ленинградской области. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Работал педагогом-организатором, грузчиком, продавцом, подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии на территории Чеченской республики с 2006 в 2008 год в качестве старшего сапера. В данный момент является начальником сектора молодежной политики Пушкинского района Санкт-Петербурга. Рабочее место за Дмитрием сохранится. Правительство города окажет его семье всю необходимую поддержку. Да, у меня была бронь на работе, но я не счел для себя возможным этой бронью воспользоваться. Поскольку я подумал, понимаете, там воюют сейчас русские мужики, а как я здесь буду стоять? Они будут воевать в том числе за мой мирный сон, а как я себе в зеркало буду в глаза смотреть? А как я буду жене в глаза смотреть? Когда-нибудь все это закончится. Закончится эта война, мы все будем старенькими. И мои внуки меня спросят, дедушка, а что ты делал во время этой войны? И что я им скажу? Что я стоял и флагом размахивал? Поэтому я по-другому просто не смог поступить. Помимо того, что Дмитрий прекрасный прозаик, иногда в его рукописях случаются и стихи. Самое свежее — это... Вернемся живыми, не надо нас хоронить. А паленые солнцем отложим усталый свой меч. И Азовское море по-русски нас будет любить. И Донецкая степь по-русски нас будет беречь. Мы вернемся с победой. Прорвемся сквозь толщу веков. Устоим под огнем и давлением смертельного груза. А пока мы уходим дорогой наших отцов. В направлении солнца. Сквозь заросли кукурузы. Семья Дмитрия Филиппова, его родные и близкие, а также коллеги по работе и Перу с волнением ждут его возвращения домой. Желают ему сил и удачи. Сам Дмитрий уверен в благополучном исходе и поддерживает нас своей верой и позитивным настроем. Не бойтесь, все будет хорошо. Россия — сильная страна. Нас никто никогда не победит. Мы сделаем все, чтобы... А вот мы сделаем все, чтобы победить. Приложим для этого все силы. Не переживайте, все будет хорошо. В Москве прошел 10-й форум молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру». За 16 лет истории проект побывал во многих городах страны. От Иркутска до Калининграда. И теперь в честь круглой даты вернулся в столицу, где когда-то проводился в первый раз. На открытие форума, собравшего экспертов и новичков библиотечного дела со всей России, побывала и наша съемочная группа. На юбилейный форум молодых библиотекарей России зарегистрировались свыше 400 участников из более 60 субъектов Российской Федерации, включая ДНР и ЛНР, а также гости представителей библиотечного сообщества из государств Беларусь и Кыргызстан. «Библиотеки на пути в экономику знаний и инноваций» – так звучит основная тема форума, организатором которого выступила Российская государственная библиотека для молодежи. Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев обратился к участникам торжественного открытия форума, обратив внимание на особенную роль всех причастных к библиотечному делу в современной ситуации. Мы все-таки жили в благополучной ситуации, когда к нам приходили за радостью, а не приходили за утешением. Но вот здесь у нас с вами предстоит серьезное будущее, где библиотека должна стать поддержкой людям в трудной ситуации, и моральной, и психологической. И вспомните о том, что есть такая наука, как библиотерапия, библиопсихология, потому что от нас тоже многое в этом обществе зависит. Для библиотечной молодежи организаторы подготовили насыщенную трехдневную программу, ориентированную на формирование мотивации в профессии, поиск новых идей по модернизации библиотек и знакомство с новаторскими практиками. Участников форума ждали профессиональные программы в федеральных библиотеках, дискуссионные панели, интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы и, конечно же, экскурсии в столичные библиотеки, музеи и культурные центры. Их особенно ждали представители делегаций из Луганска, впервые побывавшие в Москве. Мы получили приглашение еще летом, когда к нам приезжали в гости коллеги наши из Москвы. И они, конечно же, решили, что мы тоже должны принять участие в форуме. Мы сюда приехали для того, чтобы наладить, прежде всего, новые дружественные связи с библиотеками Российской Федерации, так как мы всего лишь недавно стали новым регионом вашего прекрасного государства. Мы хотим наладить новые связи, хотим получить новые знания и потом, может быть, что-нибудь применить на практике у себя в Луганске. Спикерами деловой и культурно-просветительской программ выступили ведущие эксперты библиотечной отрасли, а также специалисты таких сфер, как IT, креативная индустрия, социальное предпринимательство и искусство, профессии и карьера. Сами участники также предлагали темы для обсуждения. Например, зачем и для кого в библиотеке нужен психолог? Это очень редкая практика в библиотеках, так как редко где встретишь. Я сама первый раз это стал снос только в прошлом году. И весьма интересно, и действительно, и сначала сомневалась, почему именно здесь психолог нужен. Но, поработав в этой сфере примерно год, понимая, что здесь тоже бывают и выгорания, и читатели интересные, со своими приветами, так сказать. Иногда просто нужно поговорить, иногда выговориться. Тема форума «Предъяви себя миру» отражает базовую для молодых людей потребность быть замеченным и понятым, не только как профессионал, но и как личность. Признание заслуг молодых специалистов старшими коллегами на уровне страны, внимание властей к их проблемам и потребностям способно вдохновить новое поколение библиотекарей на смелые замыслы, научить подходить к их воплощению с большей ответственностью, успешно реагируя на многочисленные вызовы нового времени и вместе строя библиотеку будущего. В Москве состоялась пресс-конференция Международного общественно-культурного форума «Арктическое братство», который пройдет в Мурманске и Мурманской области с 15 по 21 октября. Чему посвящено масштабное событие, объединившее историков, известных во всем мире, узнаем из следующего репортажа. Международный общественно-культурный форум «Арктическое братство» посвящен 80-й годовщине героической эпопеи арктических конвоев 1942 года. Пресс-конференция, которая прошла в преддверии форума, собрала в стенах Московской библиотеки имени Лермонтова неравнодушных к истории боевого братства народов России и Великобритании в годы Великой Отечественной войны. Мы бы хотели, чтобы на примере прошлого, на примере того единства, той совместной борьбы, которую был наш народ 80 лет назад в союзе с нашими британскими тогдашними современниками, тогдашними единомышленниками и соратниками, чтобы пример этой борьбы стал даже не упреком, современным нашим британским друзьям и современникам, а примером, который напомнил бы им, что когда-то мы стояли плечом к плечу в борьбе с этим злом. Одним из самых ярких примеров героизма нашего народа стала эпическая история обороны советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Особой страницей этой эпопеи стала история арктических конвоев, когда жители Мурманска, воины Красной Армии и моряки Северного флота, мужественно защищая северные рубежи нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, обеспечили бесперебойную проводку арктических конвоев из Великобритании. В рамках форума будут проведены выступления выдающихся зарубежных и российских историков, деятелей культуры и творческих коллективов, а также реализована площадка для проведения встреч в формате конференции, круглых столов и мастер-классов. Среди зарубежных гостей ожидаются известные историки – Джеффри Робертс из Ирландии, Александр Хилл из Канады, Кристофер Рид и Ричард Саква из Великобритании, общественный деятель из Шотландии Глен Элдер, звезда мировой музыкальной культуры Эндрю Лоуренс Кинг из Великобритании и многие другие. Вот эти люди, которые приедут туда, я еще некоторых не сказал, сейчас скажу, понимаете, это настоящие люди вне зависимости от того, где они живут, как их зовут, в каких богов они верят. Это те люди, которые являются хранителями памяти, хранителями дружбы. Это те люди, которые позволят нам удержаться на волоске от той страшной катастрофу, которая несет в себе война, оружие. Понимаете, у нас нет никаких сомнений, что победа будет за правдой, поскольку правда с нами, то победим мы. Но именно эти люди, когда все произойдет, когда наша победа свершится, наша очередная победа свершится, именно эти люди сохранят честь и совесть своих народов. В рамках форума будут проведены памятные церемонии на воинских мемориалах Мурманской и Мурманской области, концерты российских и зарубежных артистов, научная конференция, а также молодежный круглый стол, посвященный актуальным задачам молодежного патриотического движения. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok